Всем большой привет! Сегодня мы нарисуем елочки в снегу. Это будут такие небольшие горы. Я приклеила малярный скотч по контуру, чтобы можно было смело выходить за края. Взяла кисточку-восьмерку и вот водой сейчас я покрою полностью бумагу. Сейчас будем рисовать по влажной бумаге, по мокрому. Так, и подберем цвет, какой мне нужен. Так, такой серый не совсем, а вот давайте синий. Синий я немножко с темно-темно синим смешала, ну или можно черного добавить. Вот такой цвет у меня получился. Сейчас вот тут достаточно много воды, и вот я по мокрому намечу, вот как у меня будут тут располагаться елки. Здесь вот сразу закрашу вот пятнами. Здесь будет синий. На переднем плане, да, здесь будет потемнее. Здесь вот тоже такой можно переход сделать небольшой. Подсобрать, да, краску. Можно вот здесь еще немножко добавить. вот так, аккуратненько. Такие вот пятнышки, да, у меня остались. Пока что мне надо, чтобы это все подсохло, и потом мы будем рисовать елочки. Теперь я беру кисточку. Вот у меня четверка. Все просохло, уже прошло минут 15. Вот этот же цвет с палитры. И вот на дальнем плане я буду сейчас рисовать такие полосочками, да, точечками силуэты елок. То есть они достаточно далеко, где-то поменьше. Здесь там можно немножко покрутнее сделать. Можно оставлять, да, вот пробелы такие. Там будет эффект, как будто на лапках снег лежит. Вот здесь тоже вот. В общем, мне таким образом нужно заполнить пространство, да, то есть нарисовать какое-то количество елочек. Это будет самый дальний план. Потом поярче, поконтрастнее мы нарисуем елочки на переднем плане. Здесь можно, вот, например, покрупнее сделать. То есть такая крупная елка, да, вот на все лает. Такой немножко эффект еще туманности. Вот здесь вот, да, сделаем елочки. Здесь у меня такая краска уже немножко бледнее. Здесь вот. Так. Так. Здесь можно тоже вот поменьше, да, такую вот небольшую сделать. Здесь вот елочки такие маленькие. Давайте сделаем. Так. Здесь будут, конечно, покрупнее на дальнем плане. Ну, просто я вот полосочками делаю силуэт, а который уже поконтрастнее, да, мы прорисуем уже. Ну, конечно, намного четче, сколько так можно назвать. Так. Ну, и, собственно, здесь, опять-таки, особо ничего не комментирую, потому что тут однообразно, да, вот я ставлю вот эти мазочки. Поэтому все так очень даже понятно. Зимняя у нас открытка, серия новогодних открыток. Кстати, вы можете написать в комментариях какие-то идеи, да, вот, что бы вы хотели нарисовать, чтобы мы с вами нарисовали, да. И еще напишите, пожалуйста, что вам, например, больше нравится. Какие-то вот предметные, да, акварельные рисунки. Вот мы мандаринки рисовали. Или же вот открытки такие пейзажи зимних акварельных. Мне тоже интересно вот будет почитать. То, что я смотрю, мне кажется, что пейзажи как-то лучше заходят, хотя я не уверена. Здесь давайте маленьких елочек добавим. Вот сюда, да, там. Немножко вот композиционно я смотрю, да, что вот хочется вот сюда добавить еще чуть-чуть елочек. Ну, и здесь вот тут тоже, например, на дальнем плане, да, я хочу добавить таких вот небольших силуэтиков. Здесь вот, кстати, тоже три, вот они немножко странно смотрятся, да, что они так ровно выросли. Теперь я возьму кисть потоньше. Вот у меня есть это синтетические кисти двойка. И порисую передний план елочки уже поконтрастнее. Мне нужно размешать вот цвет. То есть опять-таки возьму синий, как у меня и было. Синий и вот темно-синий и черный, да, можно у кого что есть. Только чтобы по контрасту не было. Так, водички добавлю. Ну вот, да, примерно вот такой цвет. И давайте рисовать елки. Начнем с переднего плана, то есть здесь у меня будет такая самая большая. Такими мазками, да, где-то вот потемнее вот добавляю, да. А здесь вниз, да, не могут эти ветки. Вот так вот. Добавляю вот пятнышки вот потемнее сюда же, да. Вот здесь еще одна елка. Здесь вот у нее идут ветки. То есть к низу, да, они немножко могут склоняться. Сейчас я сразу же вот здесь вот под елками сделаю снег тоже потемнее, да. Такой эффект тень. Так, дальше давайте рисовать наши елки. Здесь тоже вот такой поменьше, да, оно будет контрастное достаточно. Ну, потом можно еще, конечно, пройтись там разочек, да. Еще акцентов добавить сюда. Вот здесь тоже такую маленькую. Давайте сделаем. Так. Так. Потом вот здесь мне тоже надо, да, вот добавить на переднем плане вот елочку такую. Вот здесь уже вниз пошли ветки. Так, у меня краску надо еще намешать, да, на палитре. Можно использовать пластиковую палитру. Мне просто привычнее как-то использовать бумажную по старинке. Конечно, я понимаю, да, надо переходить, учиться с пластиковой, да, работать. Что-то тоже достаточно удобно. Такая экономия краски. Уже цвет размешал, да, какой тебе нужно. И берешь с палитры себе. А на бумаге, конечно, она впитывает краску, то есть уже сохнет. Так, вот здесь вот елочки такие нарисовала. Берем синий цвет и немножечко вот так вот. Давайте вот немножко там далекее. Можно добавить елочек здесь, вот здесь вот, да. Но все равно они не такие контрастные, да, вот как на переднем плане будут. Здесь вот на веточке, да, мы тоже должны добавить. И под, да, вот здесь вот тоже потемнее должно быть. Елочку они хочется немножко подправить. Форма, да, пирамидки сохраняем, чтобы сохранялась. Давайте вот здесь вот тоже такую маленькую сделаем. Буквально там несколько штрихов на пятнышек. Здесь. Вот, добавляем тоже таких контрастных елочек несколько. Такого вот синего цвета. Немножко под низом, да, вот. И здесь вот тоже, да. Можно. Только то, что не переборщите, да. Так. Ну, вот сюда тоже. Здесь вот немножко вот синенько вот так вот. Тоже добавить цвета. И водичкой я вот так размою. Так. Так. Теперь вот возьмем еще цвет потемнее, насыщеннее. И вот буквально. Так. Это слишком синим я размешаю. Буквально вот какие-то штрихи, да. Вот мы на переднем плане добавляем, чтобы еще там контрастнее, да, смотрелись наши елочки. Вот и так такие вот акценты, да. Можно где-то ствол сделать. Тут тоже особо не переборщить вот эту вот линию, да. У меня вот как горка такая хочется как-то сделать почетче. Вот. Ну и здесь, да, давайте вот такие. Вот все-таки такие горки снежные. Вот так. Сейчас я вот продлеваю, да. Вот здесь. Вот она туда пошла. И вот это вот. Аккуратно. Так. Теперь я возьму кисточку со щетиной и добавлю вот сюда таких синих брызгов. Вот у меня такая есть старая кисточка. Я ее помочу. Она, видите, обрубленная, щетинистая. Вот мне нужно вот этот пигмент взять на краску, да. И вот снизу, да, вот здесь аккуратненько по низу. Тут вот больше не надо, чтобы не переборщить. Добавляю брызгов краски. Так. Теперь я еще хочу немножко фиолетового цвета добавить. Так. Берем фиолетовый цвет. Водичку. То есть он не должен быть какой-то слишком яркий, да. И вот немножко в декор, да, вот добавляю вот такой фиолетовый оттенок. Можно поконтрастнее, да, вот фиолетовый, вот здесь на переднем плане, да, сделать. Вот эти елки, да, добавить еще вот такие вот силуэты фиолетовые елок. Вот такая вот быстрая дорисовка у нас пошла. Вот сюда еще одну елочку не захотелось так добавить, чтобы лес был попышнее. Так, так в принципе можно вот закончить, да, чтобы сейчас хуже не стало. Вот. Водички добавлю. Немножко я размою, да, чтобы так более разбытой вода не было. Все. На этом у меня все. Сейчас я отклею и покажу открытку. Вот такая простая зимняя открытка симпатичная. На этом у меня все. До новых встреч и всем пока-пока.